Реально, я сама не пользуюсь точками вспомогательными, потому что иногда они даже смущают. Нарисовал, начинаешь замерять, они на разном уровне, а мы ориентируемся, в общем, на лицо. Вот когда нет ботокса во лбу, когда они явно шевелятся, то видно, если я сейчас за нее это сделаю, если вот так приподнять, есть место, куда нельзя, за которое вываливаться. То есть вот эта вот площадка для брови, выше нельзя. Очень часто просят поднять, вот сюда прямо увести. Здесь уже идут морщинки, очень часто вот эти морщинки, они тоже показывают место, куда нельзя вывалиться, где ну нельзя вообще работать со всем. И у нее, кстати, вот этот ярко выраженный круг, я не люблю, я прям сильно не люблю. Я вот эту линию всегда стремлюсь выровнять, насколько это возможно. Круг она создала себе сама, в принципе, у нее тут немного работы. И получается, если бы ее бровь была прямо вот сюда завалена, нам нет смысла подчеркивать, уводить. Очень часто эти волоски аж вот на уровне глаз. Ну, не надо делать этого ни в коем случае, понятно, девочки? Наша задача всегда брови приподнять, открыть, потому что этот гравитационный птос, который нас всех делает грустными. Я вообще не рисую линии вот эти. Я когда учу, я объясняю, где они вроде находятся, чтобы мастер, который новичок, ориентировался на них. Я просто беру и напыляю обычно. Причем я начинаю вот здесь вот в головке, если мне надо изогнуть ее, и чуть-чуть здесь, и сразу в изломе. То есть я ищу сразу максимальную точку, до которой я могу подняться. Ну, потому что я привыкла быстро очень работать. Ну вот, и получается, что так как я знаю, что моя линия вот по нижней части и по верхней, они будут ровными, они просто идут на сужение, потому что вот эта часть брови, она не может быть такой же широкой, как излом. Получается, вот я закрашиваю место, где у меня будет излом. Теоретически это можно делать и гелевой ручкой, то есть нижнюю линию отметил, и отметил внешнюю, верхнюю часть. Но клиенту часто бывает вот по рамочке сложно понять, как это будет выглядеть, именно вот толщина ее, две полосочки, сложно. Иногда можно по верхней части вот пушковые волоски убрать, которые не формируют бровь, которые не идут в тело брови. Вот они вот здесь находятся, и они создают вот эту вот дугу, которая, ну, мне не нравится. Мне очень нравится, но это тут только с обсуждением клиента, понятно? Они делают очень широкая часть этого. Это очень важно, кстати, ребята, чтобы не... Вот бывают волоски, которые вроде здесь какую-то дугу создают, но они вот прям идут, они длинные, идут в тело брови. Их трогать нельзя, потому что такие пустоты, проплешины получаются, и мы бровь убиваем этим, потому что вот они все здесь, тело брови создают, волоски, которые именно вот по верхней части. И вот когда я дорисовала излом, здесь было довольно пусто, я дорисовала, получилось, я удлинила хвост автоматически. И у меня появилась возможность, ну, не этот хвост, он, в принципе, красивый у нее, а если бы он был вот такой длинный, заваленный, у меня появилась возможность убрать. Ну, щипать прям можно подстричь, то есть мы дергаем волоски только в крайнем случае, причем обязательно показав клиенту и спросив, он согласен, потому что молчком надергаем, она разозлиться может. Вот у нее дуга все еще сохранилась, потому что низко вот здесь растут волоски, то есть я должна спросить, нужны они или не нужны, если она за них не держится. Чтобы выровнять вот эту линию, я уберу несколько волосков вот здесь, вот видно, да, по нижней части. Еще очень, я всегда, когда рисую, особенно если кожа возрастная, я даже рисуя, я беру и вот так ее выпрямляю, натягиваю. То есть если я рисую хвост, я вот здесь натягиваю, и рисовать проще, и линия прямая становится, потому что часто очень кожа создает такой валик, на нем сложно рисовать. Это все, чтобы быстрее работать. Удалим вот эти. Кстати, ну согласна с тем, что прямые линии, они и красивые, и их очень просто рисовать. Дело в том, что если вот, допустим, вот она идет дуга, у нее довольно сложный радиус, да, и если я ее нарисую, и она ее, не дай бог, одобрит, то мне будет очень сложно ее перекинуть на соседнюю сторону, отзеркалить, чтобы они были прямо одинаковые. А прямая линия, она, во-первых, она четко измерима, да, если даже мы будем пользоваться нитками, там, линей, палочками, чем угодно, я могу ее измерить. Вот, и перенести на соседнюю сторону. Это когда прямая линия, радиус же, это крайне сложно сделать с радиусом. Вот у нее очень ярко выраженные свои волоски. И представьте, если бы я вышла, вот, допустим, ну, менять толщину, то есть этот рельеф, вот этот яркий, такой четкий, он не позволяет мне просто уйти в сторону намного. Поэтому только, кстати, вот тело брови, оно обычно, ну, немножко, оно длиннее, чем хвост. То есть, если только у нас ярко выраженный домик, они могут быть теоретически приближены друг к другу. Но тело брови всегда длиннее, чем хвост. И этого мы добиваемся, либо выдвинув чуть-чуть вперед ее, где это возможно, либо вот здесь вот с внешней части дорисовав и приподняв, убрав снизу волоски. Еще раз, вот, допустим, у нас в студии есть точки критерий, ну, по которым работают мастера, в принципе. И вот эта часть, она не может быть уже, чем излом. Не может быть. Так же, как конец хвоста, не может быть шире, чем излом. Вот эти волоски по верхней части, видите, они вроде как мешают. То есть, их либо можно не замечать, и когда мы прокрасим вот эту часть, они перестанут быть видны. Либо можно их убрать, если они прям, ну, очень часто бывает, что их много, и они такие создают непонятную грязную форму. Да, да, вот эти вот по верхней части. Ну, вот реально, я сама не пользуюсь точками вспомогательными, потому что иногда они даже смущают. Нарисовал, начинаешь замерять, они на разном уровне, а мы ориентируемся, в общем, на лицо. Оно должно, этот глаз больше, этот меньше, и они на разном уровне. То есть, мы должны это как-то скорректировать. Поэтому прям жестких, четких правил, конечно, нету. Мы не можем сказать, что она должна пошевелить бровями, конечно, когда я нарисовала, нахмурить их, вот как бы сдвинуть в середину. Получается, сразу четко видно, где она должна находиться. Если вдруг у нас клиент, который всегда в ботоксе, вот всегда есть такие, вот закаменелое лицо. Получается, что теоретически мы не можем делать перманентный макияж, если у человека, ну, короче, делается то первым, что дольше держится. Значит, если она пришла ко мне и спрашивает, что сначала сделать, я сначала ей сделала перманентный макияж, потом она его зафиксирует уже ботоксом, и все счастливы. Но есть такие клиенты, которые, вот они уже давно, и она всегда будет с ним ходить с застывшим лицом. Тогда вот эти точки мы находим, вот эта ямка, вот у нее ярко выражена, она вот прям над ней бровь начинается. Чуть-чуть, вот как раз на миллиметр можно выдвинуть теоретически, потому что здесь я тоже выдвигала. И я просто вот так пальцами за нее это делаю, ищу место, где она будет, бровь находиться, чтобы ни в коем случае не уйти вот сюда, выше на висок, как это часто рисуют, некрасивые вот эти вещи. Потому что, ну, реально брови на виске, это не то, что нам нужно. И опять, вот это очень удобно, можно попробовать, в центр вы ставите. И, во-первых, когда я это делаю, очень часто бывает у них напряженное лицо. Я делаю так иногда специально, я как бы с усилием провожу, мышца у них расслабляется сразу, становится лицо мягче, кстати. Еще часто бывает одна бровь мимически активная, вторая еще как мертвая стоит, да. Мы ориентируемся в любом случае на ее лицо, когда оно в относительно спокойном состоянии. Мы ставим вот эти точки, рисуем, и потом уже в мимике она всяко смотрит, но не надо задирать вторую бровь под эту, чтобы не было асимметрии потом. И то же самое, что я делаю, это я прорисовываю здесь излом, намечаю примерно вот таким дымчатыми движениями, куда идет мой хвост. Я отхожу на два шага, смотрю, потом я возвращаюсь и просто подтираю сверху, снизу, чтобы вот, ну, я просто должна видеть, что хвосты идут идеально в одном направлении, потому что близко, и вот, ну, когда рисуешь этих много точек, они могут тебя даже смущать, ну, меня они смущают, во всяком случае. Вот я отошла далеко, да, я вижу, что у нее они разной толщины, на разной немножко высоте головки брови, то есть вблизи мне этого не видно вообще, всегда отходим, понятно? Ну, вот сейчас вот это ниже, вот это выше, и моя задача какая всегда? Скорректировать, то есть я немножко вот здесь могу приподнять, то есть ряд волосков убрать, ну, в случае, если это нужно, а получается с этой стороны дорисовать, ну, это когда надо выровнять их, понятно? И, естественно, это все мы обсуждаем с клиентом. Очень важно выяснить, насколько там яркий, яркий излом ей нужен, это все надо спросить и не рисовать, ну, в холостую, потому что ей, допустим, идет и вполне мягкая форма без всяких четко выраженных изломов. Если это волосковый метод, вот что мы будем изучать, да, то тем более вот это вот место пустое, которое все пытаются приподнять, да, вот здесь волоски самые должны быть красивые там и фееричные, то есть головка бровей и излом. Если это растушевка, то это должна быть самая мягкая красивая дымка, вот здесь головка и по внешней части растушевка.